Следующий материал представляет собой информацию о том, как наблюдение в природе попадает в глобальную информационную систему по биоразнообразию. Как правило, юные натуралисты в числе школьников, либо люди взрослые, но увлеченные живыми объектами, которые они могут встречать в природной обстановке, в окрестностях родного города, при выездах или экспедиционных каких-то туристических маршрутах в отдаленные территории. Они могут встречать объекты. При этом научное сообщество предположило, что если изучать объекты существующим темпом, то не хватит и сотни лет, чтобы охватить все биологическое разнообразие, представленное на нашей планете Земля. Таким образом, появляется молодое направление, как гражданская наука, когда каждый человек может принять соучастие в сборе этой информации. Как правило, это не формирование коллекций, а это фотофиксация живых объектов в природе. При этом отмеченная тенденция в журнале Nature 2017 года о том, что определенные группы живых объектов обеспечены наблюдателями, либо учеными в большей степени. То есть, как правило, в царстве животных мы чаще встретим исследователей, которые занимаются птицами. Вы видите это на правой стороне слайда, верхний столбик. А среди царства растений больше всего тех, которые изучают лилейные, красиво цветущие. В нижней части графика вы видите красные столбики, по которым в меньшей степени охвачены объекты из представителей насекомых. Те же грибы, мхи. Их в меньшей степени изучают, и специалистов по этим группам не так много. Но, как правило, это возникает не из-за того, что специалистам не нравится по каким-то соображениям, либо нет прямого заказа на изучение данного объекта, либо кто-то не проявляет определенное любопытство в юном возрасте к данной группе. В большей степени это связано с тем, что нет возможности до той территории добраться тем или иным научным группам, либо отдельным исследователям. И здесь как раз включает свой функционал гражданская наука, когда каждый человек, который находится в той или иной точке земного шара, может принять соучастие в сборе данной информации. Как правило, нужна фотография объекта, нужна дата и время съемки, нужны географические координаты о местонахождении того или иного объекта. Поэтому общая тенденция сложилась к тому, что без совместных усилий всех ученых, любителей природы, невозможно опьять все животное и растительное разнообразие в мире. Но при этом на первичной стадии, когда вы наблюдаете живой объект в природе, либо уже серьезно изучаете, возможно, в университете или в институте, некоторые могут не сориентироваться в точной идентификации объекта. Как правило, мы можем отличать на уровне крупных таксономических групп, порядков, классов. Вы знаете, что это насекомые, это относится к паукам, это, к примеру, ящерица и лягушка, грубо говоря. И здесь, из того массива наблюдений, который в свое время более 10 лет начал формироваться, включается определенная возможность для всех достаточно быстро идентифицировать вид. На платформе iNaturalist, которая будет рассказана подробно в дальнейшем, вы позволите себе при отсутствии ваших компетенций в том, что вы можете правильно идентифицировать вид, позволить это доверить компьютерному зрению, когда с определенной долей вероятности вид будет определен и предложено его название. А в дальнейшем уже происходит стадия научного определения, когда эксперты, которые занимаются подробно данной таксономической группы, неважно, где они уже находятся, в любой точке мира, они могут увидеть вашу фотографию, серию фотографий с одного наблюдения, с одного объекта, и дать уже точное название. И вы вступаете тем самым в коммуникацию с этими ведущими экспертами по интересующим вас объектам. Итак, мы находимся на главной странице данной платформы под названием iNaturalist, либо iNaturalist, также вы можете встретить, .org. Обязательно следует отметить, что данное приложение, как и сайт одноименный, работает на всех устройствах мобильных. И порою даже намного удобнее работать со смартфона, произведя фотографию, определяя вид. Потому что смартфон находится всегда у вас под рукой, необходимо только лишь регулярно заряжать аккумулятор, а так, в настоящий момент, любой смартфон представляет собой достаточно мощный компьютер, который может выполнять хорошие фотоснимки. И в дальнейшем вы можете загружать, хранить эту базу, обрабатывать через сеть интернет, которая также поддерживает мобильные устройства. Поэтому кроме возможности работы на сайте через персональный компьютер или ноутбук, рекомендуем обязательно скачать данное приложение вам на планшет, либо на смартфон. На главной странице iNaturalist в самом верху вы можете производить поиск сквозной как поиск проектов, так и поиск отдельных наблюдателей, экспертов через их имена, через название проектов, но при этом в самом начале рекомендуется для некого обзора зайти во вкладочку исследуйте. Если у вас интерфейс будет не русскоязычный, то в самой главной странице внизу, справа, там есть возможность переключить на множество языков. На данном ресурсе уже почти 50 миллионов наблюдений, они в том числе уже экспортированы в JBIF, как это происходит я расскажу вам попозже. И при этом вы можете сделать некий такой серфинг по наблюдениям, которые произведены в последнее время и загружены на данную платформу из разных точек мира, где есть живые объекты, где есть сеть интернет и где есть человек, который может интересоваться. Далее во вкладке сообщества вы можете наблюдать отдельных людей, которые интересуются природой, те, кто являются лидерами по определенным территориям, либо в определенный период времени больше всего наблюдений, а также более всего идентификаций таксонов, кто занимается серьезно конкретным живым объектом. Также можете посмотреть проекты, которые существуют. Проекты объединяются как территориально, так и в рамках какой-то определенной группы живых объектов. Возможно, вас будет интересовать та территория, где вы проживаете. Например, мы находимся в Алтайском крае, где ввели Алтайский, он предлагает некие названия видовые, где есть слово Алтайский. Мы добавим край. И видите проекты, по которым происходит наблюдение, возможно, каких-то групп животных или растений, определенных памятников природы. Также цифровая красная книга, либо определенная особо охраняемая природная территория. Во вкладочке «Еще» вы можете также поинтересоваться информацией о таксонах. Здесь произведена интеграция с Википедии и в данном разделе вы можете какой-то определенной группой заинтересоваться и дополнительно почитать сведения, перейдя по гиперссылкам и просмотрев определенный массив фотографий и выбрать себе объект для исследования, тот, который вас заинтересует, либо у вас такая задача возникла с выбором темы, либо с определенным внешним заказом. Но самое интересное и понятное будет тогда, когда мы произведем фиксацию какого-либо наблюдения. Для этого необходимо, конечно же, зарегистрироваться, либо использовать также аккаунты достаточно популярных платформ и уже у себя в личном кабинете указав электронную почту и пароль вы можете производить свои наблюдения. При этом очень важным моментом является следующий факт. Когда вы регистрируетесь, вы обязаны указать у себя тип лицензии, по которому вы будете данную информацию, данные наблюдения выдавать в сеть, а также та, которая будет интегрироваться в глобальную информационную систему. У вас должна быть указана лицензия с указанием автора, не коммерческая. Если вы регистрируетесь через мобильное приложение, там она стоит по умолчанию. Если используете персональный компьютер, обязательно обратите на это внимание, потому что те объекты, которые будут подтверждены и правильно идентифицированы, они не попадут в глобальный информационный фонд по разнообразию JBIF. Затем мы переходим к вашему профилю. Можете рассказать дополнительно о себе. Здесь у вас есть небольшая статистика по наблюдению по видам. И так есть календарь наблюдений, идентификация, если вы какие-то объекты уже могли кому-то определить. И обязательно следите за информацией, которая находится в части подтверждения ваших наблюдений и своевременно реагируйте на них. Переходим во вкладку наблюдения. Здесь у меня отмечены наблюдения, которые загружены и имеют исследовательский статус. Следовательно, при открытой лицензии они уже индексируются в JBAF. Для каких-то требуется подтверждение. Подтверждение производят эксперты. Они видят данные внесенные записи. Либо они могут искать специально некий таксон. Либо эксперты аффилированы за определенный проект. Если вы войдете проект определенный по вашей группе либо территории, больше шансов, что эксперты увидят ваше наблюдение и подтвердят его. Поэтому рекомендуется войти в ваши профильные проекты. Если вы занимаетесь ботаникой, то можете вступить в проект флора Алтайского края, флора России и тем самым шансы то, что ваши наблюдения быстро определят вас повысят. Переходим добавить наблюдения. Наблюдение складывается из фотографий, которые вы произвели в природе. В данном случае я загружаю три фотографии, которые были произведены на смартфон и они уже имеют геопривязку, если у вас включена эта функция на телефоне. Если же фотографии произведены на фотоаппарат, то иногда в метаданах присутствуют сведения о координатах. Иногда такого нет и вам необходимо вспомнить по карте, где точно вы были и производили этот снимок. Либо как-то фиксируйте у себя в наблюдении. Иногда вместе с фотографией объекта фотографируют GPS, находясь на том же месте, где выполнена фотография этого объекта. И потом уже здесь переносят эти сведения о координатах. В данном случае все фотографии выполнены с одного объекта. и это очень важное правило. Вам необходимо их объединить. Если же я фотографии делал с разных по отдаленности видов, либо с разных особей, то, следовательно, это уже было бы отдельное наблюдение. В данном случае это одно наблюдение с серией фотографий. желательно выполнять и макроснимок, и общий план. Для каких-то к примеру растений важны диагностические признаки. Это прикорневые листья, это общий вид растений. Для грибов обязательно сфотографируйте нижнюю сторону шляпки, то есть гименофор. Это все очень важно при идентификации объектов. Но не делайте при этом слишком много фотографий, этого не требуется. Как правило до трех до пяти фотографий достаточно, чтобы верно определить вид. Здесь у нас дата съемки уже есть, также она будет фотографии с фотоаппарата. Местоположение возможно отсутствует, но если у вас выполнены фотографии со смартфона, то у вас точная геопривязка будет произведена. И вот здесь самый важный момент, вы вводите название вида, либо вы его знаете, либо как мы рассматривали до этого, включается компьютерное зрение, которое предложит вам наибольший по совпадениям из имеющихся фотоматериалов в базе вариант. Вы можете, если сомневаетесь в названии точного вида, можете выбрать самое верхнее родовое название. Если вы точно можете быть уверенным, что это тот вид, вы можете выбрать его, но даже в случае ошибки ваша запись будет перепроверена и будет предложено другое название. Поэтому, если вы сомневаетесь, оставляйте точно родовое и в дальнейшем вашу запись уточнят. Подтверждаем одно наблюдение. Вы отправляете наблюдение без дат или местоположения. невозможно идентифицировать. Поэтому вам необходимо сначала указать точное местонахождение. Мы это фотографировали возле поселка Чемал. И вы вспоминаете тот маршрут, сужаете зону поиска и находите именно то место, где была выполнена фотография. Можно еще ближе. Опять же, если у вас включена функция GPS на телефоне, то это произойдет автоматически. Кроме этого, есть еще дополнительно записи, которые вносились ранее. Если вы в том же месте выполняли серию снимков, очень близко, то вы можете расширить зону покрытия, запомнить это место. Старайтесь сделать не очень широким, чтобы все-таки геопривязка была точная и производить подобные записи. Что же касается редких видов, эндемичных, определенная есть опасность, что могут после вас этой информации воспользоваться и выкопать данный редкий вид. Поэтому можно делать как раз для таких видов более широкую зону покрытия, можно еще выше. Это единственное исключение. Во всех прочих случаях точная геопривязка у вас появляется, вы обновляете наблюдение и теперь у вас возможность подтвердить наблюдение точно есть. Подобным образом производится регистрация и через приложение на мобильном телефоне. Только там кнопочка добавить наблюдение в виде некой пиктограммы, там зеленый плюсик у вас будет отображаться на экране. данное наблюдение у нас есть, оно поступает в обработку на последующую идентификацию. Вам необходимо возвращаться к своим наблюдениям, но при этом система сама вас оповестит сообщением либо в мобильное приложение, либо в своем аккаунте по тем наблюдениям, которые идентифицированы экспертным сообществом и статус у них поднят до исследовательского уровня ResearchGate. В данном случае вы видите только лишь ваше предложенное название, но при этом последующего подтверждения от эксперта не поступило и пока уровень остается до требуется идентификация объекта. По тем объектам, которым данные внесены и они подтверждены экспертным сообществом, вы видите подтверждение в системе, вы с ним соглашаетесь либо не соглашаетесь и когда один, два и более экспертов произведет подтверждение этого наблюдения, уровень будет повышаться. Для того, чтобы привлечь экспертов, как я вам говорил, необходимо вступать в сообщество по той территории либо по той таксономической группы. Исследовательский уровень и открытая лицензия позволяет вам попасть с данной записью, со своим авторством глобальную биоинформационную систему по биоразнообразию. И это наблюдение заимствует у вас научные группы, исследователи обязательно произведят цитату на ваше наблюдение и ваши все фотографии, которые ранее, возможно, вы выставляли в контакт, в инстаграм, либо просто хранились в Google картинки либо в iCloud теперь находят свое место в научном обороте всех данных всех живых объектов мира. На самом деле тем самым повышается мотив у молодых исследователей производить наблюдения в природе, обмениваться этими наблюдениями, общаться с этими экспертами и сам iNaturalist представляет собой уже некую деловую социальную сеть, ориентированную именно на сообщество увлеченных исследователей природы. Продолжение следует...